Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад я условно назвал «Документы планирования регулярных перевозок яблока-раздора для гарантии инвестиций». Продолжу традицию, что на конференциях пытаюсь выступить не с какой-то технической речью, а с точки зрения именно тех общественных отношений, которые возникают в процессе работы транспортных инженеров, все вы, я думаю, хорошо знаете, что документ планирования регулярных перевозок, как таковой, прописан в первую очередь только в 220-м федеральном законе, который сегодня и вчера уже очень активно упоминался, что называется. При этом там прописан буквально совсем несколько раз, и кроме определения есть несколько только отсылочных норм. То есть до конца понимание о том, что он должен содержать, какие есть особенности по его принятию, непринятию и так далее, закон не расшифровывает, к сожалению, до сих пор. Да, я знаю, что по заказу Минтранса разработан проект, находящий рекомендации по требованию к разработке содержания ДПРП. К сожалению, пока что он все еще обсуждается. Надеюсь, что все-таки это выйдет, наверное, приказы Минтранса. Сейчас процесс достаточно сложный, то есть это должно пройти группу гильотин и так далее, и так далее. Вот. Что хорошо, что, безусловно, принят хотя бы утвержденно социальный стандарт транспортного обслуживания, который опять же ссылается на ДПРП в части того, что ДПРП должен учитывать показатели транспортного обслуживания населения и их нормативные значения. Безусловно, при этом надо понимать, что регионы муниципалитеты вправе утверждают свои стандарты транспортного обслуживания населения, варьируя показатели, да, то есть повышая их относительно минимально установленных до того уровня, который действительно нужен на территории муниципалитета, либо региона с точки зрения, скажем так, общественного договора, да, то есть с точки зрения того, какой уровень социальных гарантий представляет власть, какой уровень финансирования готов тратиться и так далее. При этом из нашего опыта разработка документов планирования регулярных перевозок – это всегда очень сложная научно-исследовательская работа, которая состоит из трех основных блоков. Первый – это сбор данных о транспортной системе и пассажирских перевозках, в том числе приведение обследований пассажиропотоков. Вот здесь уже начинаются первые нюансы, которые, к сожалению, до конца не урегулированы, да, то есть как глубоко должен быть переведен сбор, какие должны быть использованы методы. Да, есть достаточно уже старые методические рекомендации о приведении транспортных обследований, они уже на данный момент входят в расхождение там части обследования и мониторинга дорожного движения, да, по приказам, которые были позже приняты в рамках 443-го федерального закона. Также считаем, что требуется и актуализация в части обследования пассажиропотоков и в целом вообще обследование системы пассажирских перевозок, да, потому что когда мы говорим о документе планирования регулярных перевозок, мы должны учитывать все виды пассажирских перевозок, да, и рассматривать систему в целом мультимодальных, да, учитывать там. И электрические, да, при их наличии, учитывать влияние межмуниципальных маршрутов, если особенно они делают остановки на территории муниципальных образований, не только на автостанциях, автовокзалах. И многие другие нюансы, да, включая даже такси, каршеринг и прочие виды шеринга вплоть до велопроката. Соответственно, другой очень важный аспект, да, при изучении транспортной системы, это сбор данных вообще о транспортно-подвижных населения. Без приведения детальных социологических исследований, нормальные данные адекватные получить невозможно. Здесь, опять же, вопрос и в установлении требований к минимальным выборкам, к, скажем так, доказательной базе ответственности социологов, потому что встречаем из опыта разные вещи, да, то есть, ну, там, недавно, выполняя определенную работу, одна на слуху достаточно компания, которая общеизвестна, общероссийская, занимающаяся политическими соцопросами, предложила какую-то очень маленькую цену за соцопросы в регионе по транспортно-подвижным населением. Мы начали удивляться, что как, почему. Оказывается, они просто планировали в рамках телефонного опроса, как всегда, на политическую тему, ставить несколько вопросов по транспорту, и все, да. Но из нашего опыта ответ на несколько вопросов чаще всего реальную картину подвижности не дают. Более того, телефонный опрос в период, когда трудоспособное население должно находиться на работе и так далее, чаще всего тоже достаточно не дают реальную картину, да, потому что реально готовы наработать, нормально отвечать, что называется, бездельники, да, либо те, кто сидит дома по тем или иным причинам, у которых много свободного времени. Мы понимаем, что все-таки экономическую стабильность работа транспортно-системы обеспечивают те, кто совершает трудовые миграции. Следующий момент – это разработка социального стандарта транспортного обслуживания. Почему мы все-таки настаиваем на том, что привязанная конкретно территория социального стандарта транспортного обслуживания должен разрабатываться как прелюдия к ДПРП? По сути дела, социальный стандарт устанавливает показатели транспортного обслуживания, да, и он должен быть обсужден на уровне администрации, на уровне депутатского комплекса, то есть как раз должно быть достигнут то самое общественное соглашение, да, то есть что мы хотим? Больше людей в салоне, при этом меньше тариф, либо так, что все могли сидеть, никто не стоит, но, само собой, при этом больше тарифов. И именно на этом этапе должны приниматься принципиальные решения, исходя из которых уже идет тонкая настройка, и документом тонкой настройки как раз является документ планирования регулярных перевозок. Следующий момент, да, почему я назвал свой доклад, что ДПРП я быкораздор. Наш опыт, опыт многих других разработчиков показывает, что практически всегда разработчик и заказчик подтвергаются нападкам со стороны, скажем так, недобросовестных перевозчиков. И нанимаемый ими общественности, к сожалению, порой это сопровождается не только заказными статьями в СМИ и соцсетях, но и избиением сотрудников заказчика. Есть достаточно примеров, когда голову проламывали и стреляли, угрозами физической расправы в адрес разработчиков, в том числе и нашим сотрудникам, шли угрозы. Зачастую идет торпедирование через административные ресурсы, вообще обсуждение принятия документов планирования регулярных перевозок. К сожалению, зачастую за вот этими, скажем так, недобросовестными перевозчиками стоят и депутаты, и силовики, и проще как бы в целом надзорные органы. И на этой стадии порой, что называется, хочется все бросить и сказать, хотите жить, как жили, ну и живите, да. Потому что создается ощущение, что разработчик вместе с заказчиком делает так, чтобы система была эффективной как для пользователя, так и для города, чтобы она была экономически эффективной, да, чтобы это позволило прийти там инвесторам, да, то есть, может быть, и внутренним инвесторам в лице, как уже было сказано, самой администрации, там, субъекта, либо там претендовать на федеральные средства, да. А эти так называемые, мною, недобросовестные перевозчики, я их специально не называю нелегальными, да, потому что чаще всего у них есть легальное разрешение на маршруты, хотя бывает разное, да, то есть у нас в ряде, в том числе, крупных городов обследования показывали, что на маршрутах есть так называемые летучие голландцы, да, то есть неучтенные в паспортах маршруток транспортные средства, в том числе и большой, и очень большой вместимости. Даже такое встречает. Когда начинали дальше разбираться, пробовать как-то понимать у ГАИ, а что же это такое, откуда это взялось и так далее, то обычно все, опять же, показывали на те или иные кабинеты силовиков и прочих назорных органов, которые должны это контролировать. Ситуация, безусловно, исправляется постепенно, но, что называется, чем дальше от каких-то совсем больших городов, тем реальная ситуация хуже. Также, с чем мы встретились в очень многих случаях, но чаще всего это средние и относительно малые города, это изначально порочный круг в рамках ДПРП и дальнейшей расторговки маршрутов, когда расторговка маршрутов происходит на квазиперевозчиках. И в итоге в муниципальном образовании, там, в городе, даже достаточно крупном, происходит ситуация, когда там маршруты собственности, у, допустим, там, 10, 20, 30 человек, иногда реально у двух, они потом сдают, то есть перепродают эти маршруты владельцам транспортных средств, тем самым владельцам, там, газелей, пазиков и так далее, которые раз в год им платят некую ренту за то, что они выходят на маршрут и ежедневно платят за путевой лист. Вот в рамках ДПРП, в том числе, да, определяются и требования к перевозчикам, и могут быть определенные требования к перевозчикам. Желательно, чтобы ДПРП утверждался распорядительным актом как можно более высокого ранга. Необходимо такие требования определить, что вот этих квазиперевозчиков не было. Безусловно, эти квазиперевозчики, которые, по сути дела, являются, ну, скажем так, лишними между администрацией города и реальными перевозчиками и пассажирами, да, они, а в то же время у них есть поток таких полунеофициальных средств, да, они предпринимают максимальное количество способов помешать принять ДПРП. Потому что когда ДПРП нет, автоматически там раз в пять лет идет протление, либо раз в три года в определенном случае маршрутов и так далее. Есть какая-то такая полусерая, получерная ситуация. Опять же, не секрет, что все мы понимаем, что при этом эти перевозчики сидят на большом количестве, скажем так, наличных денег, и зачастую эффективность экономической перевозки состоит даже не столько в самой перевозке, а сколько стоимости этих наличных денег, и такое встречали. При этом порой мы видели очень странные документы планирования регулярных перевозок, например, в одном не самом маленьком городе, там порядка 300 тысяч населения, в котором даже есть троллейбусная сеть очень большая, встретили документ, утвержденный, причем документ, в котором прямо написано, что в настоящий момент на маршрутах 70% нелегальных перевозчиков задача документа планирования регулярных перевозок снизить количество нелегальных перевозчиков до 35-40%. Это официальный документ, его по большому счету можно даже найти в интернете среди утвержденных. Представляете, вот прямо говорится, что у нас 70% нелегальных, вот мы будем очень... Заказчик тоже живет в своей среде, ему надо перезбираться, если это мэр, да, то есть он должен учитывать мнение депутатов, которые зачастую его избирают, должен учитывать мнение спонсоров его избирательной политики, да. Эти заказчики просят разработчика, вполне нормального, известного разработчика, изменить документ, снизив существенную эффективность его внедрения, пытаясь подстроиться под интересы вот этих, скажем так, недобросовестных ряде случаев и вообще нелегальных перевозчиков. Что при этом делать разработчику, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что разработчик связан с тем, что он не может сказать, «Все, я дальше не буду разрабатывать», он попадет тогда в реестр недобросовестность. А если он будет принимать условия заказчика и делать тот документ, который с объективной системой, он, безусловно, покажет другим заказчикам, что он разрабатывает не совсем хорошие документы, так мягко скажу, да, потому что, ну, все обмениваются мнением, все видят, как, что происходит. Поэтому мы предпочитаем уже на стадии предварительного общения с заказчиком все-таки понимать, готов ли заказчик действительно к достижению результата. То есть, если заказчик хочет разработать ДПРП просто для того, чтобы поставить галочку, да, вот там вчера, когда были доклады, да, коллеги с Рудурни привели количественные показатели, сколько в представленных заявках было городов с ДПРП, да, это были от них не все, несмотря на то, что 220 закон действует давно и так далее. То, ну, пусть делают галочки. Опять же, вы можете найти в интернете очень много ДПРП на, там, грубо говоря, пяти страницах, которые на коленке нарисовал сам заказчик, который просто есть констатация существующих маршрутов, там, время начала, окончания работы, и в лучшем случае еще добавлены интервалы, да, никакой информации о установочных пунктах, никакой информации о режиме труда и отдыха и так далее, в таких ДПРП нету. И никаких предложений нету. Ни по маршрутной сети, ни по инфраструктуре пассажирских переводов. В то же время ДПРП, который разработан при желании заказчика достичь именно эффективной работы транссистемы, является, по сути дела, как раз тем самым инструментом прямого действия, да, то есть реальным, даже не бизнес-планом, да, как, допустим, ПКРТ или Бокс-АТ, а реальным уже технико-экономическим обоснованием развития транспорта общего пользования, из которой уже, беря эти документы, беря показатели, беря данные пассажирских транспортных моделей, можно достаточно быстро строить финансовые модели для тех или иных инвестиционных предложений, строить модели модернизации систем общественного транспорта, пожелать всем нам в это непростое время адекватных заказчиков. Спасибо большое, Евгений. Я хотел бы обратиться к коллегам. У нас удивительно стабильная аудитория от 75 сейчас, 78 до 80 человек. Есть ли вопросы к Евгению для уточнения каких-то положений, может быть, какой-то, чтобы он кейс перевел? Коллеги, также спасибо задавателя, и действительно здесь нужна очень сильная поддержка администрации. Вот там единственная прозвучала такая фраза, что мы опираемся в основном на трудовые потоки, и у меня есть к этому такое замечание, что мы обращали внимание, что все-таки наиболее финансово устойчивыми линиями являются те, которые проходят, ну, так скажем, по центру города, где поток генерируется целый день. То есть люди идут в какие-то магазины, там, ну, в общем, получают различные услуги, потому что линии, которые идут в глухую промзону, ну, грубо говоря, один раз утром, один раз вечером, они, конечно, финансово менее устойчивые. То есть нужно купить, чтобы получать высокую отдачу таких проектов. Вот как тогда с этим быть? Ну, я не говорил, что мы рассматриваем только трудовые потоки, да. То есть обязательно, когда мы проводим обследование, да, ставим задачу по обследованиям, мы снимаем информацию и утром, и вечером, и днем. Да, то есть если в задачах организации движения и в целом обследование дневное является условно необязательным, то в случае с пассажирскими потоками сначала делается выборочное, что называется, исследование в целом подвижности, да, и распространение подвижности. После этого делается однозначно утреннее, вечернее, выходные, рабочие, обязательно дневное. И иногда, иногда, да, вот дневное понятие еще распределяется даже там на два, на три временных периода, потому что бывают разные ситуации. Мы, например, в одном из городов, ну, скажем так, условно, моногородов, да, встретили ситуацию, когда максимальное задействование и автотранспорта, и пассажирского транспорта было в середине суток. Связано это было с тем, что все ехали домой поесть. Создавались причем пробки, создавался ажиотаж на общественном транспорте, там, часть людей перевозилась с газными перевозками, там, собственника, предприятия. Мы сказали, ну, может быть, как-то обеденное время разнести, на что администрация сказала, нет, невозможно, это час соединения семей. Вот, и пришлось находить решение, что же при этом делать. Ну, это просто пример, да, что вот сначала надо понять, как бы, особенности подвижности, потом правильно выстоять. Техническое задание на обследование, да, и в том числе и на соцопрос, да. То есть соцопрос, опять же, должен охватывать всех, поэтому он проводится на разных площадках, да, в том числе это на территории торговых комплексов и так далее. То есть наш обычный соцопрос подвижности включает там вплоть до 40 вопросов, да. Он занимает достаточно большую долю денежных средств в целом в рамках разработки документов транспортного планирования. Да, не все это понимают, все привыкли, скажем так, полагаться на соцопросы, как политическим соцопросам. Да, не хочу обидеть коллег, но, скажем так, зачастую, правда, создают впечатление, что там очень многое накручено. В нашем же случае это реально там опрашиваются тысячи респондентов по большому перечню вопросов. Заказчику предоставляются все это печатные в виде с паспортными данными, с телефонными данными, предоставляются в ряде случаев видеозаписи опросов, если есть согласие гражданина и так далее, аудиозаписи, для того, чтобы это все проверялось. Находятся очень многие, очень многие интересные методы, да. Это работает и для межмуниципальной сети тоже, да. Мы сейчас ведем несколько регионов по разработке ПКРТ и КСОТ, и очень интересные вещи собираются, да, о том, что люди готовы, когда я детально спрашиваю, да, люди при повышении определенных качеств и характеристик готовы на тех же межмуниципальных маршрутах платить на 20, даже 30 иногда процентов больше, например. За комфортный общественный транспорт. В городах тоже разные картины бывают, в разных регионах, да. Я знаю, что вот у Александра есть опыт более детального орионирования транспортного спроса, в том числе через соцопросы. Это действительно так, да, то есть там есть территории, где очень разные с точки зрения и качества жизни, и, скажем так, характеристика населения. Когда мы проводили, например, соцопросы при разработке документов в Екатеринбурге, мы разделяли семь основных глобальных территорий и совершенно разные средства в школу возрастной, занятости, экономические и так далее, и так далее, населения. У них разные модели транспортного спроса, разные показатели. Надо все учитывать, почему надо, соответственно, привлекать профессиональный социолог. Алло, меня слышно? Да? Да, слышно. Тут у нас просто время заканчивается. Есть три вопроса, но единственное, что они не относятся к теме нашего круглого стола. Вот. Я бы хотел сказать, что, да, действительно, очень важно вот соцопросы, это фактически возможность выяснить поведение транспорта. Давай вопросы, которые пришли в этой самой, в треке вопросов. Так, можно ли, на ваш взгляд, снизить наличие перевозчика путем разработки более поэтапных в реализации ДПРП? Не предлагается сокращение числа маршрута в полтора-два раза, только строишь в перспективе. Ну, на самом деле, нормальный ДПРП, он даже, например, в своем времени в Нижнем оборудовании, скажем так, ДПРП, да, в котором было 12 этапов, к сожалению, администрация начала внедрять и серии 2-й, 8-й, 11-й, да? И начались перекосы, начались нападки, что мы что-то плохо разработали, пришлось приезжать, давать даже интервью местным сменем, отмечать на вопросы журналистов. Поэтому ДПРП, он имеет несколько этапов. Да, опять же, ну, сами маршруты, они, ну, зачастую раздроговались все-таки постепенненько, да, и это позволяет внедрять те или иные этапы. Есть еще другая ловушка, о которой я не сказал, и часто бывает, заказчик долго-долго думает, потом говорит, ой, у нас через 3 месяца заканчиваются паспорта маршрутов, нам надо разыгрывать новые, вы нам заставите снимать потоки и понимать ситуацию в разные времена подвижности, да? Зачастую ДПРП может учить, скажем так, летние маршруты, летние расписания, там, весенние, осенние, зимние и так далее. То есть, с моей точки зрения, наиболее хороший срок, это даже не год, это полтора года, для разработки качественного документа о планировании перевозок, который учитывает и сезонность, и как раз поэтапность внедрения, и экономическую реальность внедрения всей этой программы. Хорошо. Иерархия всех документов о транспланировании, ну, она по большому счету прописана, да, то есть, исходя из, по праву сейчас, законно-стратегической планированности Федерации, который, надеюсь, будет принят, потому что у себя на группе по революционному гильотине мы его одобрили, это ушло в правительство, соответственно, это ПКРТ и субъекта, дальше к сотне субъекта, далее на территории муниципальных образований по КРТИ, к СУДД, к СОТ, и, соответственно, ДПРП по УДД. Вот если так, по УДД я тоже отношусь к документу транспланирования, потому что, с моей точки зрения, это не совсем просто проектная документация. Последний вопрос, коллеги. Приведите, пожалуйста, к примеру, спешно внедрение вашей работы в каком-нибудь городе. Ну, к сожалению, до конца преодолеть все трудности, ну, наверное, не удалось нигде, да, исходя из многих факторов. К сожалению, да, часть проектов находится в стадии реализации, да, то есть в стадии, там, согласования уже, там, параметры, в том числе, с инвесторами, части получения, в том числе, сейчас, федерального софинансирования на основании разработанных документов. Поэтому, наверное, вот так, чтобы сказать, что где-то выстроилась идеальная картинка, ну, было бы нечестно. Продолжение следует...